Добрый день, Борис. После нашего с вами предыдущего интервью возникло очень много вопросов. От мужчин поступали звонки в студию. Ну и вот мы собрали некоторые вопросы, которые задавали зрители. Если вы позволите, я вам их задам. Пожалуйста. Ну и для начала расскажите, пожалуйста, такое введение нам сделайте. Что такое аденома простаты? Аденома простаты — это такое народное название. Гиперплазия простаты — это название, которое вот сейчас потихоньку вытесняет предыдущее название. Предыдущее название — доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Собственно, по обилию вариантов названия видно, что вопрос очень хороший, что такое аденома простаты. Но если мы упростим для понимания людей, в организме мужчины есть такой орган, который называется простата или предстательная железа. Через толщу, через просвет этого органа проходит мужская уретра. В определенной ситуации у мужчин старшей возрастной группы простаты начинают увеличиваться по той или иной причине. Простата увеличивается, сдавливает просвет мочеиспускательного канала, в результате чего пациент испытывает определенные затруднения с мочеиспусканием. Это называется аденома простаты. Мнения об этом не дуги, они весьма противоречивы. Некоторые мужчины считают, что аденома простаты — это ничего не значащее заболевание, это вовсе не дуг, и на него просто можно не обращать внимания. Но у некоторых при постановке этого диагноза, мягко говоря, становятся волосы дыбом, и они начинают метаться, бегать по врачам. Скажите, вот ваше мнение, насколько этот диагноз серьезен? Я думаю, что не обращают внимание мужчины, те, которых это коснулось, может быть, не в той степени, не так сильно. И вообще не обращать внимания — это, конечно, плохая идея. Мы в прошлый раз упоминали о том, что состояние, при котором мужчина, в каком бы он возрасте ни был, испытывает затруднения при мочеиспускании, необходимость натуживания при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание малыми порциями мочи, чувство неполного поражения мочевого пузыря, вялою струю мочи, много разных симптомов — это основные. Это ненормально ни в каком возрасте. И если не обращать на это внимание, то можно столкнуться с жизненной необходимостью, когда этот вопрос игнорировать станет невозможно. Вот так я скажу. Борис, а вот какая разница между аденомой простаты и простатитом? Это разные заболевания или все-таки вариации одного и того же недуга? Есть большая разница. Это разные заболевания. Дело скорее в том, что, ну, как мы и сказали, аденома простата — это увеличение предстательной железы. Простатит — это сложная, такая многогранная тема. На сегодняшний день это практически уже группа заболеваний. Есть классификация, по ней выделяют пять типов простатита, что само по себе уже говорит как бы о характере заболевания. И некоторые из этих вариаций могут быть индуцированы аденомой простаты. То есть аденома простаты может создавать условия, в которых простатит у человека скорее возникнет, чем не возникнет у человека без аденомы предстательной железы. Я надеюсь, я понятно объяснил. То есть прямой взаимосвязи, сказать, что у тебя есть аденома, значит, у тебя обязательно есть простатит. Нет, такого нет. Но риск действительно выше. Простатит — это воспаление предстательной железы, если коротко. Чаще всего бактериальное, реже может носить другой генез, совсем редко. Оно протекает без воспаления как такового, но есть определенная симптоматика. Это отдельная большая тема. Но на сегодняшний день все эти заболевания объединены под единым названием простатит. А что говорит статистика? Насколько эти заболевания сегодня распространены среди мужчин? Это западная статистика, но она очень показательная, поэтому я люблю к ней прибегать. 30% мужчин в течение жизни получают тот или иной вид оперативного лечения по поводу аденомопростаты. То есть если 30% мужчин получают оперативное лечение, наверное, еще более чем 30% получают какое-то консервативное лечение, медикаментозное, таблетированное и так далее. Ну и в общем-то в старшей возрастной группе это заболевание крайне распространено. Это вот большое социально значимое заболевание. В старшей возрастной группе это 40 плюс, 60 плюс? Ну, 50 плюс давайте вот так будет. На самом деле там граница размытая достаточно. Но 50 плюс это та точка, с которой мы начинаем скрининг по поводу аденомопростаты. Вот считалось, что этому недугу, аденомопростаты, подвергались мужчины, вот вы тоже в предыдущем ответе сказали, ну, за 50 плюс. Но и бытует мнение, что это заболевание, оно все-таки молодеет. И такие диагнозы ставят и мужчинам, которым ну, чуть за 20. Вы согласны с этим утверждением? Я думаю, что вероятнее всего это утверждение даже не ошибочное, а это небольшая путаница. Это вот то, о чем мы говорили, что люди путают простатит и аденомопростаты. Простатит действительно может быть и у молодых людей один из вариантов, который острый бактериальный простатит. Он, в общем-то, к возрасту как таковому не привязан. Говоря об аденоме простаты, аденомопростаты возникают у мужчин при гормональной перестройке организма, когда с возрастом снижается тестостерон и его длительная сложная цепочка превращений. Так или иначе, это приводит к образованию вот этого увеличения ткани предстательной железы. И если мы обратимся к статистике, к средним значениям, я думаю, что мы увидим наоборот, что аденомопростатные железы стареют просто потому, что стареет, ну, в целом, средний возраст человека на планете Земля, он стареет. У нас увеличивается продолжительность жизни, и у нас, ну, скажем так, вот на европейском континенте, в России в том числе, в развитых странах, ну, просто меньше рождаемость, поэтому доля возрастного населения, старший возрастной группы возрастает, поэтому заболевание, в общем-то, стареет вместе с нами просто. И еще один страшный недуг, который очень пугает наших мужчин, и, наверное, это действительно серьезно, это рак предстательной железы. Скажите, аденомопростаты, простатит и рак, они связаны между собой? Нет. Вообще, аденомопростатные железы, аденомопростаты – это доброкачественная опухоль. Рак – это рак, они друг с другом не связаны. Аденома возникает в центральной зоне предстательной железы. Если мы ее в поперечнике разрежем, вот она ближе к просвету уретра возникает, и там сдавливает. Рак возникает в периферической зоне предстательной железы. Это два заболевания, которые могут быть одновременно, но они друг друга не индуцируют. Но, опять же, это два заболевания, которые связаны с возрастом, и поэтому просто они зачастую протекают вместе. Есть утверждение, что в последние годы онкология простатит стала прогрессировать. И с каждым годом этому заболеванию подвержено все больше и больше мужчин. Вы с ним согласны? Как вообще обсуждать картина? Есть такое мнение, есть такая статистика, действительно. Мое мнение, что скорее у нас стала выявляемость, в том числе выявляемость на ранних стадиях. Потому что на сегодняшний день мы даже говорим о том, что у определенной группы пациентов с локализованным раком простаты, с низким риском прогрессирования даже никакого лечения не требуется, только динамическое наблюдение. Я думаю, что вот эта тенденция, о которой вы говорите, скорее связана с улучшением диагностики, в том числе инструментальной, с улучшением доступности медицины. И просто мы получаем истинные значения ближе-ближе к тому, как оно на самом деле. А, Борис, а вот в этом контексте что следует делать мужчинам, чтобы не попасть в отрицательную статистику? В первую очередь это скрининг. На сегодняшний день существуют маркеры рака предстательной железы. Это маркер ПСА, простатический специфический антиген. И мужчинам после 50 лет следует ежегодно посещать уролога и ежегодно сдавать кровь из вены на ПСА. Борис, а современная медицина может ли избавить мужчин от этих недугов, о которых мы с вами говорили, скажем так, без хирургического вмешательства? Есть ли какие-то передовые методы лечения? Если мы говорим об аденоме простаты, самый эффективный из современных методов лечения оперативных я имею в виду, это операция, которая называется лазерная энуклеация гиперплазии предстательной железы. Это удаление вот этой аденоматозной ткани, доброкачественной опухоли с помощью лазера. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день предложено очень большое количество минимально инвазивных методов хирургических лечения. Они, ну, несколько уступают в эффективности, но это методы из серии, там, можно одним днем сделать, даже не выходя из строя надолго, скажем так, не подвергаясь наркозу, на сегодняшний день можно от аденома простаты предстательной железы избавиться. Но, как правило, это имеет свои ограничения в плане, там, объема железа, еще чего-нибудь, они не вполне универсальны. Но мы ждем, что какой-нибудь еще более-менее инвазивный метод придет на смену тем операциям, которые мы сегодня выполняем. Относительно рака все несколько сложнее, но при определенных обстоятельствах, если это локализованный рак, если это низкий риск прогрессии заболевания, во-первых, есть такая опция, как динамическое наблюдение, и это реально на сегодняшний день, потому что рак простаты, он все-таки, он медленно прогрессирует, и у значительного числа пациентов он может не дать вообще никаких симптомов, никак не изменить их жизнь, просто они будут знать о том, что он есть. Есть определенные методы, которые сегодня уже применяются. Это методы, скажем так, не операционные, это методы с применением фокусированного ультразвука, которые позволяют дистанционно, без оперативного вмешательства, определенные ситуации в низком риске локализованный рак действительно лечить. Но все-таки оперативное лечение, конечно, на сегодняшний день занимает первую строчку. Я имею в виду стандартное оперативное лечение по удалению всей простаты. Вы сейчас работаете над собственной монографией, и в ней вы, помимо всего прочего, касаетесь и этих проблем тоже. Скажите, что вы предлагаете вашим коллегам, что нового, скажем так, вы нашли? Мы уже написали эту монографию, она в ближайшее время выходит. На базе кафедры урологии и андрологии МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова под руководством нашего заведующего кафедрой академика РАН Армейса Альбертовича Камалова наш коллектив выпустил работу, которая посвящена, собственно, одному из минимально инвазивных методов лечения аденомы предстательной железы, которая называется эмболизация простатических артерий. Сущность методики в том, что по аналогии с тем, как эндоваскулярные хирурги ставят стенты в сосуды сердца, они точно также могут поместить в сосуды простаты эмболы. Эмболы – это частички, которые обтурируют, закрывают просвет сосудов. То есть мы отключаем простату от кровоснабжения. На фоне этого объем предстательной железы уменьшается, и пациент лучше мучится. Это метод, который на сегодняшний день включен в клинические рекомендации российские. Надо сказать, что мы первыми в мире включили это в свои клинические рекомендации, как рекомендованный метод. Этот метод уступает традиционным эндоскопическим операциям по удалению предстательной железы. Поэтому на сегодняшний день это метод выбора для пациентов старшей возрастной группы, которые просто не перенесут наркоз, у которых высокий анестезиологический риск, но им, тем не менее, требуется какая-то помощь по поводу аденомопростаты. Мы с 2015 года проводили исследование у себя на базе, и это исследование вытекло в эту монографию, которая выходит в ближайшее время. Ну что ж, Борис, огромное вам спасибо, что вы приняли участие в нашей программе. Надеюсь, нам удалось развеять страхи многих наших телезрителей, которые направили вам вопросы. Надеюсь, увидите вас снова.